Гонка за то, кто быстрее, сильнее или больше никогда не закончится. Именно поэтому сегодня мы рассмотрим самые крутые и самые крупные средства передвижения, которые действительно существуют на нашей планете. Присаживайтесь поудобнее в свои просмотровые кресла и погнали! Номер 10. SRN4 Несомненно, это одно из самых занимательных и фантастических судов на воздушной подушке, которое может передвигаться как по земле, так и по воде. Это фантастическое судно впечатлило СМИ, как только британская корпорация, разрабатывающая подобные суда, ввела его в эксплуатацию. Учитывая существенные размеры, она способна перевозить 400 пассажиров и 60 машин. Это самое крупное судно на воздушной подушке на сегодняшний день. На его крыше установлено 4 устойчивых пропеллера. Они работают на двигателе класса Proteus, которые ставят в Rolls-Royce. Каждый из двигателей запускает механизм каждого пропеллера, а по отдельности они сжигают тонны топлива в час. Средняя скорость судна 138 км в час. Его длина составляет 57 метров, а грузоподъемность 555 тонн. Номер 9. AutoTram Extra Grand Что вышло бы, если бы к поезду приделали колеса, чтобы он мог передвигаться по дорогам, а не по рельсам? Правильно, получился бы самый длинный автобус, который известен как AutoTram Extra Grand. Учитывая его невероятную длину в 30 метров, этот автобус мог бы стать отличным решением для снижения количества общественного транспорта. Автобус вмещает в себя 256 человек. Этот мини-поезд отлично вписывается в повороты, а его задние отсеки точно повторяют движение двигателя. Автобус очень похож на анаконду. В основе автобуса лежит электродвигатель для того, чтобы защитить природу и чтобы снизить стоимость поездки с человека. Было бы очень круто прокатиться на таком автобусе. Номер 8. Ми-26 Это самый тяжелый вертолет на планете. Это также самый крупный и мощный вертолет, который серийно выпускался Советским Союзом. Он предназначен как для военных, так и для гражданских целей. Он обладает 8 основными лопастями ротора, которые могут поднять вертолет в воздух даже при отказе одного двигателя. Благодаря 11 мощным двигателям, этот вертолет до сих пор держит рекорд по поднятию очень тяжелых объектов, которые даже сложно себе представить. Он может перевозить 82 единицы военного транспорта или 20 тонн груза. Несмотря на то, что высота вертолета равняется примерно трехэтажному зданию, он может развить максимальную скорость до 300 км в час. Номер 7. Мотоцикл Фабио Реджани Если вы любитель мотоциклов, то наверняка хотите узнать, какой мотоцикл является самым крупным на планете. Недавно итальянцы Фабио Реджани занесли в Книгу рекордов Гиннеса за создание самого крупного полнофункционального мотоцикла на планете, который впервые был предоставлен на выставке мотоциклов Экспо-2012. В основе этого зверя лежит восьмицилиндровый двигатель в 5,7 литров и мощностью 280 лошадиных сил. Высота мотоцикла 5 метров, что выше автобусов и грузовиков массой в 5 тонн. Мотоцикл успешно прошел тестовый заезд на 100 метров, когда его представляли на мировой рекорд. Это действительно идеальное сочетание сбалансированного дизайна и высокой скорости. По всей видимости, этот мотоцикл был спроектирован для Халка. Номер 6. Ган Этот легендарный, самый большой поезд в мире, маршрут которого лежит с севера на юг Австралии. Это самый длинный пассажирский поезд в мире, длина которого первоначально составляла 600 метров, но потом она была продлена до километра с лишним. Размеры вагонов 4 на 4 метра, и многие из них представляют собой роскошные рестораны и зоны для отдыха. Но этот шикарный поезд предлагает пассажирам намного больше. Если вы хотите прокатиться на нем и насладиться его удобствами, то приготовьте 2000 долларов за билет. Будьте уверены, что внутри поезда вы обретете душевный покой. Номер 5. Самый длинный лимузин Легендарный изготовитель автомобилей на заказ, дизайнер и коллекционер Джей Орберг, знаменит тем, что спроектировал многие успешные модели автомобилей в Голливуде. Вы наверняка знаете его по таким фантастическим средствам передвижения в кино, как «Делориан» из фильма «Назад в будущее» и «Бэтмобиль» из фильмов про Бэтмена. Тем не менее, у него есть своя коллекция фантастических и дизайнерских лимузинов, в которых он воплощает слияние искусства и науки. Его самый большой лимузин называется «Американская мечта», и он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный автомобиль в мире. Его длина составляет более 30 метров, а на самом лимузине установлено 26 колес. Им можно управлять собой концов автомобиля. Лимузин может похвастаться вертолетной площадкой для вертолетов на одном из его концов – джакузи, несколькими роскошными комнатами и двумя раздельными водительскими кабинами. К сожалению, его скорость очень мала, а сам лимузин нельзя водить по дорогам из-за отсутствия законного разрешения. Номер 4. Додж Пауэр Вагон Это самый гигантский грузовик на планете. В наше время никто не удивляется тому, как арабы тратят свои деньги на всякие безумные вещи. Но это случай исключения. Панель пропал, кажется, будто эту фразу изобрел эксцентричный нефтяной шейф. Хамад Бин Хамдан, которого также ласково называют «Радужным шейхом» за то, что он покрасил 7 своих мерседесов в цвета радуги. Его имя даже видно со спутниковых карт. Этот самый крупный грузовик в мире является точной копией классического грузовика Додж Пауэр Вагон, а внутри его кабины есть 4 спальни. Его вес составляет более 50 тонн. Я уверен, что вы никогда не видели такого гигантского грузовика. Его кузов – копия грузовика Додж Пауэр Вагон. Это самый крупный пассажирский лайнер в мире. Его высота равняется примерно восьмиэтажному дому, а его длина соответствует футбольному полю. Его стоимость составляет около 500 миллионов долларов. Лайнер может вместить в себя до 850 пассажиров. Внутри самолета вы можете увидеть много эстетичных светодиодных декораций, а также роскошные удобства, как спортивные залы, бары и даже казино. Говорилось, что предыдущие модели, которые были построены в начале 21 века, были распроданы на вторичном рынке в качестве роскошных личных самолетов для миллиардеров. Номер 2. Гусеничный транспорт НАСА Это самое крупное наземное средство передвижения, полностью работающее на своей мощи. Он был построен в 1965 году и был ранее известен как «гусеничный перевозчик ракет». Эта гусеничная машина перевозила космические аппараты из здания НАСА, в котором они собирались к стартовой площадке. Общие расходы по конструированию этой машины составили 28 миллионов долларов. Длина транспортера составляет 40 метров, ширина – 35 метров, а вес – 3000 тонн. Благодаря 30 мощным двигателям он может плавно перевозить груз весом 8000 тонн, под наблюдением и при совместной технической поддержке 30 квалифицированных людей. Для лучшей устойчивости во время проведения различных операций на нем установлены системы лазерного управления. Транспортеры по сей день используются для перевозки космических аппаратов, хотя на нем было установлено совсем немного модификаций. Машина, которая заменила бы этот транспортер для вышеуказанных целей, пока не была построена. Учитывая длину в 350 метров и ширину в 60 метров, этот пассажирский корабль является самым крупным за всю историю. Его длина на 50 метров больше, чем высота Эйфелевой башни. Сам корабль может похвастаться огромным количеством кают, в которых можно разместить 9000 пассажиров. Во время плавания на корабле находятся 2000 рабочих из 77 стран, которые отвечают за поддерживание регулярной деятельности судна. Вес корабля доходит до 120 тысяч тонн. Его ввели в эксплуатацию в 2016 году, всего через 3 года после начала конструирования. Если вы хотите провести на этом корабле 17 дней, то вам придется заплатить больше 1000 долларов. Но вы однозначно не разочаруетесь и не заскучаете, потому что на корабле есть куча вещей, которые стоит увидеть. Корабль разделен на несколько отсеков. На нем вы можете найти водные горки, парк с 15 тысячами деревьев, огромный каток, изумительные рестораны с роботами-официантами, а также коллекцию из 10 тысяч художественных работ. И еще несколько мест, которые достойны упоминания. Велосипед. Ричи Тримп создал самый высокий велосипед на планете. Конструктор и по совместительству дизайнер потратил всего 12 часов, чтобы создать самый высокий необычный велосипед. Все детали он собрал заранее и хранил в гараже. Ричи катается по улицам Лос-Анджелеса и удивляет прохожих. И даже с удовольствием разрешает прокатиться всем желающим на своем изобретении. Высота этого велосипеда 4 метра, поэтому возникает проблема забраться на него. Без посторонней помощи тут не обойтись. Да и светофоры и мосты тоже мешают. Приходится нагибать голову. Maybach 62. Длина этого автомобиля 6,15 метров. В категории седанов это самая большая легковая машина в мире. Выпускалась она на протяжении десятилетия, с 2002 по 2013 год. При этом стоимость авто не была рекордной. Порядка 430 тысяч евро. Оснащенный 12-цилиндровым силовым агрегатом мощностью 550 лошадиных сил, Maybach 62 позволяет разгоняться до 250 км в час. При этом его оснащение соответствует классу F. Четырехзонный климат-контроль, откидные задние сидения, стекла со специальным покрытием, защищающим от проникновения IR лучей, складные столики сзади, холодильник, акустика BOSS класса High End, а также куча опционального оборудования, включая бронированную модификацию. Спасибо за просмотр! Поделись этим видео, чтобы мы смогли зарегистрировать его в книге рекордов Гиннеса, как видео, которым поделилось наибольшее количество людей. Давайте попробуем, почему бы и нет. А также ставьте лайк и врубайте колокольчик, чтобы не пропускать самые ядерные видео.